Юрий Александрович, сложилась парадоксальная ситуация. По иску прокуратуры в судебном порядке был принятый бюджет признан недействительным. Почему так произошло? По сути отменен закон о бюджете. Почему так произошло? Мы действительно при принятии бюджета в декабре прошлого года на 2021 год предполагали, что могут быть какие-то возражения со стороны прокуратуры, возможно будут какие-то разборки. Но мы исходили из каких позиций? Первое, ни в коем случае не принимать урезанный бюджет на 9 месяцев, где заработная плата предполагалась в 9, может быть кому-то в 10 месяцев. Нас это не устраивало. Нас не устраивало, что отдельные позиции по социальным вопросам просто не предполагалось финансирование тоже. И для того, чтобы эту тему прочувствовать на уровне правительства Российской Федерации, подчеркиваю, министерства финансов Российской Федерации, на уровне правительства Республики Хакасия, нужно было это все зафиксировать. Мы надеялись на то, что за очень небольшой промежуток времени, 2-3-4 месяца, правительство Республики Хакасия активизирует работу совместно с Минфином России, докажет вот эту нашу состоятельность в этой части, в той части аргументации. И тем самым мы получим те необходимые дополнительные ресурсы из бюджета Российской Федерации. Это всегда так делается, всегда мы требуем, просим, массу всевозможных обращений пишем в адресе президента и правительства. Вспомните, в предыдущие годы это целый пакет обращений был. К сожалению, эта схема в полной мере не сработала. Да, и реакции со стороны Минфина России, со стороны правительства Российской Федерации было минимумом. Мы откровенно говорим, что мы да, дополнительно сейчас, так же как и многие субъекты Федерации, получили порядка 500 миллионов рублей. Это не та сумма, которую нам хотелось бы получить для того, чтобы закрыть те вопросы, которые у нас существуют. Хакасия же не единственный регион. Вы правы, что... Дело в том, что мы действительно анализировали ситуацию, есть ли превышение дефицита бюджета в других субъектах Федерации. Таких субъектов 20, вместе с Хакасией 20. Причем у нас это минимальное превышение. По сути, мы вот эти 15% превысили в пределах 4%. Это очень немного. В деньгах это около миллиарда рублей. Другие субъекты там значительно больше. И в процентном отношении, и в рублях там десятки миллиардов рублей превышение. Ну, как-то так у них все прошло. А Хакасия, ну, особо пристальное внимание для нашей территории. Мы это понимаем. Такое со стороны надзирающего органа. Вот в этой связи сложилась та ситуация, какая сложилась. То есть решение суд принял. Оно решение, я понимаю, абсолютно правомочное. Есть формальное нарушение бюджетного кодекса. Поэтому право было вынести такое решение. Суд принял это решение. Теперь что? Все расчеты, все платежи, которые должен проводить бюджет, они остановлены. Не приостановлены, а остановлены на период отсутствия вот этого закона о бюджете. Мы не можем ни зарплату профинансировать, ни любые другие расходы, подготовка к зиме, ковид и прочее, прочее. Все остановилось. В этой связи, для того, чтобы как-то выходить из этой ситуации, мы принимаем решение срочно провести заседание, унять еще одной сессии и принять закон о бюджете уже в новой редакции. По сути, она принципиально не будет отличаться. Отличается только тем, что дефицит бюджета мы сводим к минимуму. Исходя из посыла, что есть еще такое понятие, как госдолг, который у нас достаточно серьезный, мы его тоже приводим в соответствие. При этом дефицит бюджета получается очень незначительный, порядка 0,5%. Тем самым мы выполняем требования суда, принимаем закон. И я полагаю, что в этой связи у прокуратуры уже не будет основания каких-то действий предпринимать. Еще хочу подчеркнуть, что, слава богу, как говорится, ситуация бюджетная у нас в этом году более-менее благоприятная. О чем я говорю, доходная часть у нас идет достаточно хороших темков. Мы несколько даже не ожидали, что, например, налог на прибыль в сфере такой, как угольная отрасль, как цветная металлургия, у нас достаточно неплохо пошел. Ну, это связано, опять же, с ценами на мировом рынке, это понятно. То есть обойдемся без этого миллиона? Я полагаю, что мы в любом случае будем обращаться в органы власти Российской Федерации, в Министерство финансов. Мы, кстати, уже обратились с этим, с тем, чтобы нам помогали. Потому что в полной мере закрыть все наши расходы, которые необходимы, это связано и с нас с проектами, и с ковидом, и прочим-прочим делами, даже при этих условиях нам очень трудно, даже невозможно. Поэтому мы обращаемся, принимая такой бюджет, он для нас напряженный, он сложный. Мы будем обращаться.